В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу» в студии Татьяна Леонтьева. Здравствуйте! В марте этого года в Красноярске пройдет Всемирная универсиада. Россия впервые примет студенческие зимние игры. Молодые атлеты со всего мира приедут в Центр Сибири, чтобы побороться за награды в 11 видах спорта. В составе сборной России по фристайлу два чувашских спортсмена. Сегодня в гостях у нас один из них. Чемпион России по слоупстайлу, победитель этап Кубка России по слоупстайлу и бегайру Дмитрий Молиндеев. Дима, здравствуй! Здравствуйте! Фристайл достаточно экстремальный вид спорта и в нашем регионе он не такой популярный, как, например, в альпийских странах. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к фристайлу? Все начиналось с маленького. Привел отец, очень захватил этот вид спорта. Увидел этот крутой склон, адреналин, эмоции и захотелось прийти еще. Ну а дальше поехали на соревнования. Вот новые трассы, новые трюки, все новое и пошел поехал. Сколько лет ты уже занимаешься фристайлом и где ты тренируешься? Занимаюсь фристайлом около 9 лет. Дома по возможности тренируюсь у нас на горнолыжном центре «Вертикаль». Конечно, больше всего провожу времени на тренировочных сборах вместе со сборной командой России. Я очень рад, что есть такая возможность. Касательно тренировок, как тренировки здесь в «Чебоксарах» отличаются от тренировок за рубежом, на сборах или нет? Разница, где заниматься, здесь или там? Конечно, разница есть. На тренировочных сборах тренировки гораздо сложнее, нагрузки выше, пробуешь новые трюки, большие трамплины. Здесь такой возможности нету, так что тренируюсь на легких снарядах и оттачиваю базовую технику. Кто твой тренер, кто тебя ведет уже на протяжении 9 лет? Есть такой человек или меняются они у тебя? Изначально базу мне дали тренера по горным лыжам. Это были Собурова Надежда Сергеевна, Васильев Валерий Витальевич. Ну а сейчас меня ведет сын Валерия Витальевича, Никита Васильев. И он мне уже заложил базу фристайла. Дал очень много. Отлично. Ты специализируешься в двух дисциплинах – слоуп стайл и бигэр. Почему именно на этих дисциплинах и чем они нравятся тебе? Моей базовой дисциплиной стал слоуп стайл, а бигэр был в придачу. Отличаются эти виды спорта тем, что слоуп стайл – это трасса из-за набора трамплинов и набора перил. А бигэр – это всего лишь один трамплин, и ты показываешь свой самый максимальный, самый сложный трюк. Поэтому бигэр, он как бы идет в придачу к слоуп стайлу. А какая дисциплина сложнее? То есть слоуп стайл сложнее, чем бигэр получается? Эти дисциплины одинаково сложны. В слоуп стайле тебе надо сконцентрироваться на большое количество фигур, на большое количество трюков. И чтоб ни один трюк не вылетел у тебя с головы, и движения получились правильные. На бигэре ты прыгаешь один сложный трюк, в котором тебе также необходима концентрация. И опасность, конечно, тоже высокая. Ну, какая дисциплина тебе ближе все-таки? Слоуп стайл. Почему? Потому что изначально я начал заниматься слоуп стайлом, и это в совокупности я люблю и кататься по перилам, и прыгать на трамплинах. А сколько ты трюков знаешь вообще вот так вот на скидку? 50, 100, 200? В нашем виде спорта бесконечное количество трюков. Разные крутки можно сочетать с разными грэбами, и будет смотреться совершенно по-другому. Поэтому, я думаю, больше сотни может. Поэтому, я думаю, можно насчитать больше сотни. Сколько ты можешь сделать, и есть ли какая-то разница? Ну, почему, грубо говоря, прыгать и спускаться? По лестнице, по трубе, по какому-то там трамплину? Вообще ощутима разница или никакой разницы нет? Да, конечно. Все трамплины отличаются. Отличаются по пролету, по высоте пролета, по скорости. А перилы отличаются по материалу, из которого они сделаны, по сетапу, как они расположены. Они могут быть расположены под углом. Подбираю трюк под определенные фигуры, какой трюк круче сделать. Ну, фристайл не только крутой вид спорта, но еще очень травмоопасный. И, к сожалению, травмы тоже не обошли тебя стороной. Ты почти год не занимался из-за травмы. Вот, расскажи, тяжело ли было возвращаться обратно в спорт? Было тяжело, конечно. Что тебя вот замотивировало, что тебя вот заставило вернуться обратно во фристайл? Не хотелось ли тебе все бросить? На самом деле очень мотивировало то, что ребята выкладывали видео, как они круто катаются, и я смотрел и думал, я покажу, на что я способен. И вот это было самой главной и интересной мотивацией для меня. Ну, естественно, ты видишь прогресс, как растет твоя нога, как растут мышцы на твоей ноге. Насколько ты можешь согнуть свое колено после операции? Каждый раз, с каждым днем ты видишь это, и тебе хочется все больше и больше. Вот когда тебе было запрещено тренироваться, не было у тебя вот такой вот ломки спортсмена? То есть вот желание пойти потренироваться, позаниматься, выполнить стрюк? Если было, то как ты с этим желанием справлялся, ведь нельзя же заниматься? Я морально перестроился, немного изменил свои интересы. А если прямо очень сильно хотелось, то я мог поиграть на компьютере, на телефоне. Есть очень много игр, которые максимально приближены к реальности, и ты можешь скрутить то, что ты хочешь. А насколько вообще травма сказалась на твоей физической подготовке, вот как спортсмена, как фристайлиста? Пришлось ли заново прям нагонять? Ну, гонять, конечно, пришлось. Потерял где-то 9-10 месяцев. И еще пару месяцев было больно кататься. Чувствовал боль в колене. Но это дало мне перерождение. Я понял, где мне надо поднажать, где мне надо побольше растянуться, подкачать. Впереди у тебя новые старты, серьезные достаточно. Это Всемирная универсиада, ты оказался в составе сборной России. Вот расскажи, во-первых, ожидал ли ты, что тебя вызовут в сборную? Да, я ожидал, так как у нас не так много спортсменов, которые могут показать какой-то серьезный уровень. Но они есть, и люди стараются. Это очень видно на соревнованиях, как они преодолевают свой лимит. Я ожидал и готовился. Вот расскажи, началась ли у вас сейчас уже подготовка к универсиаде? И если нет, то когда планируются сборы, и как будут сборы тренировочные приходить, и где? Постепенно подготовка началась. Естественно, она начинается сейчас, дома. И скоро мы поедем в Италию на тренировочный сбор. Там будет у нас подушка, трамплины, много перил. Так что мы планируем хорошенько поработать. Какой результат на универсиаде ты планируешь достигнуть, показать себя? Давайте я не буду говорить про место. Естественно, я ориентируюсь на призовое, на победное. И хотелось бы преодолеть себя, показать новый уровень. Ты, наверное, следишь за другими ребятами-спортсменами из других стран, другими студентами. Что можешь сказать о своих конкурентах? Знаешь ли ты о них что-нибудь или нет? Или специально не изучаешь? Я знаю, что могут приехать основные команды определенных стран, но точной информации нет. Много с ребятами не общался. Поэтому ничего не могу сказать. Окей, давай поговорим дальше. Что будет после универсиады? Планируешь ли ты, как настоящий спортсмен, готовиться к Олимпиаде, к Олимпийским играм? Конечно, начинается новый цикл. У меня еще впереди 4 года. И я планирую поработать над новыми трюками, чтобы показать уже хороший результат. То есть ты хочешь, чтобы тебя включили в состав сборной России уже на Олимпийские игры? Конечно, я работаю над этим. И работа начинается сейчас. Мы знаем, что ты учишься в университете на стоматолога. Вот расскажи, почему ты выбрал такую профессию? И кем же ты видишь себя в будущем? Успешным стоматологом или же спортсменом? Сыграло несколько факторов то, что я выбрал профессию стоматолога. Во-первых, в школе мне было интересно в 8 классе изучать анатомию. В это время мы как раз проходили строение человека. Мне было очень интересно. Я получил все пятерки, максимальное количество. Ну а дальше у нас 9 класс, гео. Надо выбрать 2 предмета. И естественно, я выбрал биологию и химию. Ну а дальше по накатанной. И, конечно, следующим фактором стало то, что мой отец меня, возможно, как-то к этому подвел и проявил во мне интерес. Ну а твой отец тоже стоматолог? Да. То есть тебе на примере прям показывал все тонкости и нюансы этой работы? Я в детстве, когда шел с тренировок по гимнастике, часто заходил туда, смотрел, как люди ходят. Так что в медицине я уже, наверное, с детства. Вот. И кем ты себя видишь все-таки в будущем? Доктором-стоматологом или спортсменом-фристаллистом? Потому что сочетать две-три ипостаси крайне тяжело. Нужно выбрать что-то одно. Вот думал уже на эту тему? Работать я буду, конечно, стоматологом, но жить я буду лыжами. Это точно. То есть будешь совмещать? Да. Дима, большое спасибо тебе за ответы и удачно выступить на универсиаде. А я напоминаю, мы беседовали с членом студенческой сборной России по фристайлу Дмитрием Молиндеевым. Это была передача «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова